Отец? Отец. Нет, я отец. Сына. Ты? Я отец. Кстати, да, Моргенштерн, скорее всего, станет отцом. Именно такую теорию выдвинули многие фанаты рэп-СМИ из-за новой фотографии в инстаграме его девушки, которая своим описанием и содержанием намекает нам на то, что она беременна. Ну, если это реально так, то тогда могу лишь Эра только поздравить. Ну, а еще могу поздравить Славу Мерлова, который нашел в себе невесту на самой, наверное, всеми известной передаче под названием «Давай поженимся». Конечно, эту серию всерьез воспринимать не стоит, да и все остальные, наверное, тоже, но лично мне выпуск неплохо так поднял настроение. Кстати, насчет Славы. Многие гадали, будет ли у него совместная работа с ЛСП. Так вот, судя по всему, да, ведь недавно Олег нам в очередной раз намекнул на это в своих социальных сетях. А еще обладает, ведет во всю работу над своим новым альбомом, ради которого он поехал в Лондон, чтобы поработать с продюсерами, которые умеют делать годную дрилл-музыку. Ну, и тот релиз, который мы ожидаем больше всего, также свет увидит в скором будущем. Да, Парон сообщил у себя в Инстаграме, что его новый альбом полностью готов, и скоро он выйдет. Когда именно, пока что неизвестно, но, скорее всего, уже в начале следующего года. Ну, и как мы знаем, также Кейкбой сейчас вовсю работает над своей новой пластинкой вместе с Клоукомой. И на этой неделе они показали один из сниппетов будущего альбома. А вот Spotify подвел итоги этого года и публиковал список 10 самых прослушиваемых западных альбомов. И вот что самое интересное, это то, что в этот список попали релизы, которым уже несколько лет. Например, Островолт и альбом Тентасьона. Ну, и, конечно, поп-смоукер Роди Рич в этом году стали одним из главных открытий этого года. Поэтому они разделили первое и третье место. Кстати, на Западе есть также несколько интересных новостей. Например, Лил Памп очень жестко задействовал Эминема, назвав его музыку отстойной и никому не нужной. Сам Эм еще никак не отреагировал, а вот некоторые популярные личности сказали, что при встрече дадут пару лещей насосу за такое высказывание. Ну и для всех любителей и фанатов Джуз Волда есть отличная новость. Кол Беннет опубликовал у себя тизер будущего клипа на совместную композицию Джуза и Янгтага под названием Бэтбой. И самое главное, это то, что я всех хочу поздравить с наступающим Новым Годом. Надеюсь, вы написали список целей на 2021 год и я хочу реально, чтобы они все исполнились. А также перед тем, как начать, я хочу посоветовать вам такой годный магазин, как Hustle.rf. На Hustle.rf более 3000 моделей кроссовок известных брендов в наличии. На сайте вы можете почитать реальные отзывы покупателей, которые можно проверить. А самое главное, это то, что у ребят бесплатная доставка и оплата при получении. Не понравилось – вернули. Понравилось – покупайте. Все просто и безопасно. Тем более, только для моих подписчиков по моему промокоду в тренде доступна скидка аж 30%, по которому было сделано уже более 2000 заказов. Ссылка будет в описании. Не знаю, замечали вы это или нет, но почему-то сейчас вот новогоднее настроение как-то трудно уловить. Я, например, помню, как многие рэперы записывали новогодние песни и тем самым дарили нам праздничную атмосферу. Например, легендарный трек «Птахи Мандарины». Но сейчас, понятное дело, все на трэпе, у них праздник каждый день и так далее. Зато вот Кизару на этой неделе реально отметился и дропнул новую новогоднюю композицию. Да, каким бы Олег не был злым в прямых эфирах, но поздравить своих фанатов с праздником он не забыл. Но если Кизару удалось порадовать своих фанатов, то вот плейбой Карти наоборот их расстроил. Да, долгожданный альбом от Карти наконец-то появился в сети. И почему-то я представляю, что он записывал его реально именно так. Но если серьезно, то мнение о альбоме разделилось на два лагеря. Многие его очень сильно захейтили, особенно западная комьюнити. А некоторые говорят, что это просто невероятная пластинка. Самое классное, что было в этом году. Например, «Платина» и «Лил Кристал» как раз-таки написали о том, что данный релиз их очень сильно обрадовал. А вот, например, «Локи Мин» вообще не в доумении. Как так? Бит написан не по сетке. Рэпер считается мимо бита, и еще постоянно повторяются одни и те же слова. Короче, «Локи» не понял этот альбом и назвал его максимально провальным. А вот ярый фанат Карти Кизару также не промолчал и сказал, что его очень сильно расстроила данная пластинка. Я грустный, потому что у моего любимого рэпера вышел полный пи***. Я расстроил от того, что 2020 выдался очень плохим годом. Так еще один из моих любимых рэперов выдал самый голимый альбом в 2020 году. Ну а лично я никогда не фанател от Карти, хотя вот «Магнолию» и «Альбом до элиты» я, конечно, часто гонял, но прям сильно не фанател. Поэтому ожиданий лично у меня никаких не было. И понятное дело, что я не расстроился от такой пластинки. Мне как бы либо нравится, либо нет. Но по первым впечатлениям это мне не понравилось. Но я хотел бы узнать у вас, как вам данная пластинка и какие треки вы добавили себе в плейлист. Но зато вот в России я могу эту неделю назвать неделей Melon Music, так как Майот, как и обещал, дропнул новый мини-альбом под названием «Заправка Кит», который мне лично очень понравился своей легкой и спокойной атмосферой. Да, здесь нет чего-то агрессивного и быстрого, но для любителей воздушного, такого накуренного в какой-то степени звучания, это точно улетит в плейлист. Кстати, помимо Кизару, Имайота перед Новым Годом успел своих фанатов еще порадовать и Моргенштерн. С новой песней под названием «Кристалл и Майот». Да, видимо он шарит за Майота. В этом треке он говорит о том, что его год прошел отлично и все, о чем он мечтал, досталось ему очень быстро. Сам трек спокойный и отличается по звучанию от его недавних бэнгеров. Но за продакшн, как всегда, отвечал Слава. А вот кто еще порадовал спокойной и легкой композицией, так это Мияги и Энди Панда со своим новым треком под названием «All The Time». В какой-то степени данный трек смотивирует вас на поиск внутренних сил, чтобы преодолеть этот странный год и поскорее уже войти в следующий с новыми позитивными мыслями. Короче, это то самое фирменное спокойное регги от Владикавказского дуэта. Ну и еще одна годная новинка этой недели от Melon Music, это новый альбом от On My Neck и Mellow Bite под названием «Get a Mellow Melon Bite Christmas». Фу, ну и название, никнейм, еле выговорил. Грубо говоря, это очередная порция трэпа и дрилла от Melon Music. На фитах, кстати, там отметились Оу Джи Будо, Майот и Магнум Опус. Ну и продолжая тематику трэпа, стоит еще отметить новый альбом от Джабба под названием «2021», на котором, кстати, я думал, что выйдет тот самый фитский Зару, но, увы, видимо, он выйдет с синглом уже в следующем году. Кстати, на релизе здесь опять-таки отметился Майот и Мэйвэйвс. Прошло время, мне никто не верил, бледный будто ангел, красно-глазый будто демон, ты меня не любишь, а я все не знаю, где я. Худше успеет, чем бабка, никогда не делал ставку, хуй на законы я вношу поправки, утроил прибыль, да я сделал ставку, люблю носить кольца, но я не был брак. А вот кто меня реально удивил из старичков, так это Вес и Гуф с новым треком под названием «Вот так», где сочетается клубный мотив в стиле трека «Ураган» и тот самый фирменный спокойный флоу Алексея и Каспийского груза. Ну а кому не хватает какого-то смысла и сильной поэзии, тому точно будет по душе новая композиция Хоруса под названием «Синтез». Ну и если вам не хватает еще приятного женского вокала под очень вайбовый инструментал, то вам точно стоит ознакомиться с новым синглом от участников лейбла «Скриптонита» группы «Сестры» под названием «Нищета». Как заявил сам Скрипи, это именно та коммерческая музыка, которая должна быть в чартах. А вот три года назад, я думаю, многие из вас знали такого рэпера как Крот, который очень быстро начинал набирать популярность, а потом внезапно пропал. Так вот, как оказалось, данный исполнитель перенес три операции, пережил передозировку, записал 12 версий своего альбома, три года все это готовил. И вот, наконец-то, буквально недавно он представил своим фанатам ту самую новую пластинку. Я думаю, что любителям мрачной и более такой депрессивной музыки это точно понравится, поэтому ссылку на релиз я оставлю в описании. ПЕСНЯ Без Криптонита, то стоит рассказать о его новом клипе на песню «Чистый», которая является саундтреком в сериалу «Псих». А вот масло черного тмина опять-таки интригует, ведь помимо новой пластинки на этой неделе он еще и выпустил новый клип под названием «Так за кого же болеть на этой земле и кого любить». Да, вот такое вот длинное название. Причем в этом клипе есть море ссылок на интро и максимум black. Поэтому, ребят, кто понял, как это все связано, дайте знать в комментариях. Ну а вот кто-кто, но Хаски нас точно умеет удивлять своими новыми видеоклипами. На этот раз он экранизировал свой трек из недавнего альбома под названием «Бесконечный магазин», который похож на целый русский киберпанк фильм с нереально мрачной атмосферой. Обязательно рекомендую к просмотру. Ну и на этом у меня все. В целом неделя была не особо насыщена, да и все, наверное, сейчас полным ходом готовятся к Новому году. Поэтому я вам еще раз хочу пожелать отлично отметить данный праздник и с хорошим настроением встретить следующий год. Ну и, конечно, не забудьте оформить подписку на канал, чтобы всегда оставаться в тренде всех последних событий в мире музыки и YouTube.